Слава Господи, Сына и Святого, Духу и День, и признави, Аминь, Аминь. Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз» программа «Архипастырь» в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Здравствуйте, Владыка! Благословите наших зрителей! Добрый вечер! Бог благословит! Дорогие телезрители, сердечно приветствую вас в День и память Донской иконы Божьей Матери. Владыка, да, как вы уже сказали, мы встречаемся с вами в День и память Донской иконы Божьей Матери, и покровительницы казачества. Поэтому нашу сегодняшнюю беседу хочу предложить вам посвятить полностью этой теме. Замечательно! Праздник Донской иконы Божьей Матери празднуется 1 сентября, но и в то же время начинается ведь у нас Новый Церковный Год. И, конечно, в прежние времена это был колоссальный праздник для города Москвы. Донскую икону Божьей Матери вместе с Владимирской иконой и другими чудотворными святынями переносили в этот день из московского Кремля, из храмов Кремля в Донской монастырь. И, конечно, это было огромное событие для всей Москвы. Ну и сегодня, по милости Божией, уже не первый год, чудотворная Донская икона Божьей Матери 14-го столетия переносится из Третьяковской галереи в Донской монастырь и находится там двое-трое суток. Вчера мы встречали Донскую икону, Царицу Небесную, с многочисленными паломниками, духовенством и братьями монастыря. И сегодня была совершена Божественная Литургия, которая собрала огромное количество людей. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание на то, что мы работаем в прямом эфире, и в течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по нашей сегодняшней теме. Телефон прямого эфира 8-495-781-4954. Звоните, задавайте ваши вопросы. Владыка, ну вот мы начали уже говорить о Донской иконе Божьей Матери. Хотелось бы и узнать вообще историю возникновения этой иконы. Откуда пошло ее почитание и какие чудеса были как раз отъявлены от этой иконы? Донская икона, история ее начинается с Куликовской битвы, когда по главным сведениям, преданиям, которые сохранились до нашего дня, эта икона была принесена донскими казаками на Куликово поле и вручены князю Дмитрию Иоанновичу Донскому. И эта икона прошла полностью всю битву, как описывается в акафистном пении, как хоругвь, как воительница вместе с воинами на Куликовом поле. И затем она была помещена в храм Коломенского Кремля, затем и в один из храмов нашего Московского Кремля. Ну и, конечно, второе событие такой огромной важности, как событие чуда, совершенного Царицей Небесной, через образ Донской иконы ее, когда в 1591 году царь Федор Иоаннович противостоял огромному полчищу крымских татар, которая насчитывала 100 тысяч человек, и совершенно небольшое войско русских ратников стояло именно здесь, на территории сегодняшнего Донского монастыря. Там находилась церковь небольшая Сергия Радонежского, и в эту церковь принесли Донскую икону Божьей Матери. Сам царь Федор, воинство, духовенство со слезами молились предсчетворным образом и без единого столкновения. Через пару суток ночью в панике снимается войско, превосходящее русских ратников в несколько раз, и в панике бежит, осталось только догонять и добивать, что ли. Конечно, это как чудо, по-другому нельзя было представить то, что произошло. И после этого царь Федор повелел на этом месте поставить в благодарность Донской собор, сегодня Малый Донской собор, свидетель вот этого чуда, свидетель распоряжения царя Федора и строителей тогдашнего времени. Ну и затем уже это место становится мужским монастырем, развивается все дальше, строится через сто лет Большой Донской собор. Но икона не осталась в этом монастыре, царь Федор вновь вернул ее в Московский Кремль. И тогда для монастыря была написана уже в XVI веке копия с Донской иконой чудотворной. И вот эта копия XVI столетия находится по-прежнему в иконостасе Большого Донского собора. А серебряный красивейший оклад вокруг этой иконы был уже подарен императором Александром II в свое время Донскому монастырю. Вот только совершенно краткие, небольшие свидетельства великих чудес, которые Матерь Божия даровала через свой чудотворный образ. И, как я уже говорил, каждый год на память Донской иконы огромный крестный ход протягивался и с Московского Кремля в Донской монастырь. Известный писатель Шмелев, когда был еще мальчиком и жил в своей семье в Москве, описывает этот крестный ход, описывает те донские яблоки, которые продавались по дороге. Вся дорога была услана цветами. Это был огромный праздник. И сегодня, по милости Божией, монастырь с 1991 года возрожден. И сегодня развивается монашеская жизнь в монастыре. И сегодня уже каждый год пребывает Царица Небесная в своем чудотворном образе Донском. Хотел еще Вас спросить о иконе Божьей Матери Донской. Она находится в Третьяковской галерее. Это именно та самая икона, которая явила чудеса на Куликовом поле? Совершенно верно. Та икона, которая была подарена донскими казаками, царю Дмитрию Донскому. И затем уже, которая была принесена во время тоже чудесного события царем Федором Яновичем перед битвой с крымскими татарами. И до какого числа она будет в монастыре находиться? Завтра икону уже снова перевозят в Третьяковскую галерею. Еще будет находиться сегодня ночь. И завтра утром, по-моему, в 10 часов она отбывает из монастыря. То есть, в принципе, наши телезрители до 10 утра еще могут сходить в Донскому монастырь и поклониться. Совершенно верно. Конечно, в этом году, может быть, дождь несколько помешал, который непрерывно шел и вчерашний весь день, и ночь, и сегодняшний день. Но паломников было в любом случае, как всегда, очень много. Еще есть такая возможность посетить и приложиться чуотворным образом. Считается, что Донская икона Божьей Матери является покровительницей казачества. И в связи с этим хочу спросить, насколько само казачество является православным в наши дни? Насколько сейчас покровительствует икона Божьей Матери, и насколько казаки притекают к этому образу? Ну, вы знаете, несколько буквально строчек истории. Казачество примерно 500 лет как вошло в состав Российской империи, и, можно сказать, служит России, государству и Церкви Православной. И вот тогда, уже 500 лет тому назад, они пришли православными людьми. Это первое. Второе. Все устройство казачьей жизни, самоуправление казачества, это круг, на который выбирают атамана, на котором решают хозяйственные вопросы, выбирают суд чести, выбирают совет стариков, и другие принимают решение, не может по уставу казачьих правил проходить без присутствия священника. Более того, если священник видит какой-то шум и какие-то споры серьезные, он может встать, и за ним должны подняться все казаки, и дальше, пока он не сядет, не может продолжаться круг. А если он вышел из зала, то круг прекращается. И поэтому, конечно, поскольку само внутренняя жизнь, самоуправление казачества и многое другое, принятие присяги казаками при вступлении в казачье общество, принятие присяги атаманам после избрания, все связано с церковью и с присутствием обязательно священника православного. Это говорит о том, что казаки, они не могут быть неправославными. Другое дело, насколько сегодня они воцерковляются, как идет этот процесс. Этот процесс, конечно, очень сложен и очень непрост. Об этом мы сами свидетели, сколько же сегодня воцерковилось людей за 25 лет Второго Крещения Руси. И каждый из нас может ответить на этот вопрос, говоря о себе лично или говоря об окружающих. И сколько людей сегодня регулярно посещают Божий храм и приступают церковным таинством. Но я бы несколько сделал отличие, скажем, казачества от остальной части нашего общества, что все-таки все казаки сегодня в один голос заявляют, что мы православные люди. Поэтому, насколько они воцерковляются, это непростой вопрос, я не могу цифры назвать, это и неправильно. Это очень долгий и серьезный процесс. Другое дело, что все они себя называют казаками православными, а значит, есть основания, есть большой потенциал для работы с ними и православной церкви, в том числе, конечно, есть потенциал и есть возможность самого воцерковления. Сегодня создан Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви, и я являюсь руководителем этого Синодального учреждения, и тысячи священников сегодня окормляют в разных епархиях казачьи организации. Много это или мало, конечно, это очень много. Если считать, что у нас всего на территории Российской Федерации 13 тысяч священников, то тысячи – это большое количество, огромное количество духовенства. И при каждом кадетском корпусе, а таких сегодня 30 кадетских казачьих корпусов, по типу суворовских училищ они устроены, также есть духовник каждого корпуса. Безусловно, комитетом разработано очень много документов, методические рекомендации, устав казачьего, внутренний устав казачьего общества. Ну вот, кто такой православный казак? И там описывается крещенный в православной вере, посещающий богослужения по воскресным праздничным дням, участвующий в святых таинствах, ну и так далее, и так далее. И другие документы. И, конечно, мы очень надеемся, что вся эта работа, в том числе личное участие в оцерковлении казачества святейшего патриарха Кирилла, который объявил себя духовным наставником казачества, он пока не сказал, что он духовный наставник, он духовный наставник всех, и патриарх всех, но еще до сих пор не выделял отдельные какие-то части общества, а вот казакам сказал, что я беру на себя вот эту ответственность быть духовным наставником. И, конечно, это огромная ответственность, в первую очередь, моя, сотрудников комитета и самих казаков, когда мы имеем такого духовного наставника, и, конечно, бывает стыдно, когда что-то не получается. Но будем трудиться, и будем надеяться на милость Божию и покровительницу казачьего Царицу Небесную. Спасибо. У нас есть первый звонок. Рязань на связи. Здравствуйте. Задавайте Ваши вопросы. С праздником, Владимир. С праздником вас. Сергей, у меня вот какой вопрос. Я недавно расписалась с Татарином, он еще не крещеный. Но я сама так особо не укрепленная, но тем не менее, как бы знаю, как сказать, но не всегда. Я надеюсь, вы сейчас ответите моему супругу. Он недавно вышел из заключения лечения свободной болезни. Как бы не знаю, что ему сказать, что он меня упрекает, что я какая-то не милосердная, что я не так к нему отношусь. И еще сегодня соседку я попросила, она у меня в доме скончалась. Вот. Как что мне делать, чтобы вот как бы ей был путь, загробный путь, чтобы был по-духовному. Как звать вашу соседку скончавшуюся? Наталья. Она была православным человеком? Да, она не так ходила в церковь, но она придерживалась. Царство и небесное. Вы знаете, ну, конечно, самое главное, это молитвы о усопшей рабе Божьей Наталье. В течение первых дней и в течение сорока дней читается псалтырь о усопшем человеке, и это очень важно для души усопшего, которой Богом будет определяться участь загробная. и второе для помощи усопшим это, конечно, милостыня. Милостыня, если родственники могут, они могли бы раздать какие-то вещи для поминовения, пожертвовать что-то нищим, убогим, неимущим. Ну, и вы, насколько вы имеете такую возможность, и даже дело может быть не в количестве денег, если бы вы кому-то что-то подадите, скажете, помолитесь о усопшей, а это будет нуждающийся человек, конечно, это очень важно, это милостыня за усопших. В отношении вашего мужа, конечно, мне трудно сегодня обращаться к нему, тем более, может быть, по рождению, я не знаю, в какой семье он родился, православной или мусульманской, но, во всяком случае, это его личный выбор. И здесь, наверное, вы, пример должны быть для него, как христианка, и он должен брать с вас пример, что такое христианство. И, видя это в вашей жизни, он должен сам сделать такой выбор. Другое дело, что церковь сегодня благословляет браки, когда живут люди, принадлежащие к разным религиозным традициям. У апостола Павла есть такие слова, что муж неосвященный и неправославный освящается православной женой, ну и наоборот. И, конечно, было бы больше единства в вашей семье, было бы больше, наверное, любви и взаимоотношений, если все-таки вы будете исповедовать и он одну веру. Но это его выбор. Он взрослый человек. И он сегодня должен сопоставить то, что представляет одна традиция, которой принадлежат многие сегодня, татары, традиции ислама, но в том числе среди татар огромное количество православных людей. И это мы тоже знаем. И в том числе, конечно, смотреть на вас, на супругу, как православного человека. Но вы должны показать ему пример христианской любви и христианства. Владыка у нас снова из Анокрии, Белгородская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваши вопросы. Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер, Владык. Добрый вечер. У меня вопрос простой. Почему такая икона, которая имеет такую ценность, хранится не в монастыре, в храме, не в храме, а в музее? Это не картина и не какая-то скульптура, а это икона, ее место в храме. Если скажут, что музей не лучше сохраниться, то как же она сохранилась в Куликовских времен, без всяких музеев? Спасибо. Спасибо большое. Конечно, я хочу вам сказать, что я полностью с вами согласен. И сегодня в течение последних 25 лет второго крещения Руси, как мы сегодня говорим, были переданы немало святынь Русской Православной Церкви, Боголюбская икона Божией Матери и другие святыни. И сегодня, конечно, замечательно то, что Донская икона все-таки в течение нескольких дней в году привозится в Донской монастырь. Это было и с Владимирской иконой, в том числе в непростые годы 90-е. И, конечно, сегодня мы обращаемся и будем обращаться за возвращением всех святынь, тем более чудотворных икон, из наших музеев Русской Православной Церкви. Но этот процесс непростой, этот процесс сложный. И на сегодняшний день музейное сообщество пытается каким-то образом помочь нам в почитании этих святынь, когда, например, Владимирская икона, как вы знаете, сегодня находится в храме Николая Угодника Притетиковской галереи, некоторые другие святыни. И, конечно же, это тоже шаг навстречу. Поэтому вот это обоюдное движение без напряжения мы должны совершать и впредь. я думаю, что наше терпение и наши молитвы сделают свое дело и многое будет решено впредь. Хотя, надо сказать, что музеи сохранили очень много для нас святынь, очень много того, что могло бы быть утеряно. И сегодня, конечно, мы делаем все для того, чтобы укрепить наши храмы, чтобы создать свои, может быть, достойные условия тем, которые есть в центральных музеях нашей страны, с тем, чтобы была полная сохранность святынь. Это тоже очень важно. Спасибо, Владыка. Будем дальше говорить о казачестве. В царские времена считалось, что казачество является оплотом российской государственности. Казаки стояли на страже русских рубежей. Казаки стояли на страже веры православной. А в 21 веке это можно сказать о казаках? В отношении стояния за веру православную и охранения этой веры это было, это есть, и это должно быть, и иначе не будет православного казачества. Это первое. Второе. Служение казаков государству, народу. Сегодня, конечно, слава Богу, у нас нет военных действий, и уже после Великой Отечественной войны сегодня мы живем все-таки в мирное время, но у нас есть очень много войны со злом, которая находится внутри нас, с грехом, который на каждом шагу. И сегодня нужны это огромное количество небезразличных людей, которые готовы от своего времени в выходной день, или, скажем, на какую-то небольшую государственную оплату, бороться с наркодельцами, закрывать наркопритоны, помогать наркоманам, стоять в том числе на охране государственной границы сегодня, казаки берут на себя такую службу, и есть законы, которые говорят о государственной службе для российского казачества. И реестровые казачьи организации, всего 11 реестровых казачьих войск, и около 3000 казачьих организаций в этих войсках, это те люди, которые взяли на себя сегодня государственную службу. Не все они пока на заработной плате несут такую службу, но я приведу например Кубани. На сегодняшний день 1300 казаков, получая зарплату достаточно приличную, и тем более для того региона, на сегодняшний день регулярно выходят на охрану общественного порядка сотрудниками ППС, сотрудниками службы безопасности на дорогах, сотрудниками транспортной полиции, и вы знаете, уже десятки тысяч пресечено правонарушений, даже пойманы те люди, которые находятся в федеральном розыске, и совершено очень много благих дел сегодня казачьими патрулями. Пока по закону они не могут нести такую службу самостоятельно. Это совершают они сотрудниками полиции, но на сегодня порой не хватает сотрудников полиции, это реалии нашего времени, и казаки добавляют безусловно здесь очень важную составляющую, и я слышал, что 400 казаков будут участвовать в охране олимпийских объектов и безопасности во время олимпиады в Сочи, и со следующего года губернатор Ткачев сказал, я хочу уже оплачивать, мы хотим оплачивать 2000 казаков на постоянной основе на заработной плате 20-25 тысяч рублей. Сегодня также уже на платной основе выходят казаки в дежурство в Ставропольском крае, уже сегодня около 100 человек поставлены на довольствие тоже с приличной заработной платой, ну и конечно я повторяю, что сегодня государству нам сегодня обществу очень важны небезразличные люди. Может быть общественные дружины, которые были в свое время, они не очень работают, а вот все-таки у казаков это получается, у них это в крови, как говорится, да, и мы очень надеемся, что государство со своей стороны, как бы, так сказать, дисциплинируя казачество и ставя для них определенные правила поведения и развития, и церковь со своей стороны, занимаясь воцерковлением, воспитанием, создадут такую возможность, что эти люди действительно во многом станут очень полезными. Не все из них, не все могут такую службу нести. Есть общественные казачьи организации, которые работают на предприятиях казаки, потом выходные дни собираются, надевают форму, поют песни, создают музеи, ну и многое-многое другое. Это тоже нормально, но те казаки, которые все-таки сегодня в государственный реестр входят и берут на себя такую государственную деятельность, наверное, сегодня нужны и в свое время еще будут полезны всему обществу. Владыка, вы также являетесь председателем Синодального комитета по делам казачества, также являетесь членом Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества. Расскажите, какие вопросы вам приходится решать в данном направлении? Ну, в отношении Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской Православной Церкви я уже несколько слов сказал, что сегодня мы занимаемся воцерковлением казачества, совершенно на свободном волеизъявлении этих людей, которые приглашали священников, приглашают сегодня нас, и заявляя свое отношение к православной вере. И на этом основании Церковь сегодня создает, как я уже сказал, целая группа тысячи священников, духовники казачьих кадетских корпусов, разработано достаточно много документов в рамках высшего церковного совета Русской Православной Церкви. Сам святейший патриарх очень многие инициативы сегодня осуществляет в отношении казачества, и, конечно, в том все, работая с этими документами в рамках высшего церковного совета. И это главная функция Синодального комитета, координировать деятельность епархий по выцерковлению казачества. Совет при президенте Российской Федерации по делам казачества это светское учреждение, созданное при президенте как раз по организации деятельности сегодня казачьих обществ, в первую очередь реестра, ну и не только. То есть возможность осуществить для них именно государственную деятельность тех казаков, которые хотят такую деятельность сегодня нести. И некоторые виды я уже сегодня назвал. В этот совет входит очень много представителей самых разных структур нашего государства. Заместители министров очень многих министерств. Заместитель министра внутренних дел, заместитель министра обороны или начальник штаба, заместитель министра сельского хозяйства, регионального развития и других структур. то есть эти люди собраны для того, чтобы можно было казаков сегодня, которые берут на себя государственную служение, службу, встроить в деятельность, например, министерство сельского хозяйства, для того, чтобы казаки могли получать какую-то землю, обрабатывать ее. Министерство внутренних дел я уже назвал сегодня, что уже в некоторых регионах сотни тысячи казаков начинают нести охрану общественного порядка вместе с сотрудниками полиции. Сегодня есть отдельные роты, со временем, надеюсь, батальоны будут в вооруженных силах, куда приходят молодые казаки по направлению казачьего того или другого общества, и они вместе несут военную службу срочную в данных военных частях, которые определены для каждого из 11 войск. Ну и со временем, если будет много таких призывников, поступающих от казачьих обществ, они и, наверное, будут какие-то знаки отличия в форме иметь, чтобы можно было отличить такого казака. Ну и, конечно, очень важно связь с казачьим обществом, которое является патроном для своего казака, и регулярно узнают, что происходит, как он несет службу, в чем нужно помочь ему, или, может быть, даже воинскому подразделению. Как видите, сегодня очень серьезная политика государства в отношении казачества. Ну и сегодня государство будет продолжать свою деятельность, свои вопросы упорядочения деятельности казачества. Ну и казачество должно себя показать, что они способны такую службу нести, что действительно, так сказать, помимо красивых слов и громких заявлений, они сегодня способны действительно на многое. А государству все это очень важно и нужно. А какие проблемы вообще возникают на пути решения вышеупомянутых вопросов? Ну, вы знаете, к сожалению, опять-таки бездуховность создает такую ситуацию, когда казаки, даже имя казака нельзя было употреблять, название казака в советское время. Так сильно в то время боролись с церковью, боролись и с казачеством. Особенно, конечно, в годы гражданской войны, да и после. И вот сегодня, несколько забыв уже об этом, казаки начинают, некоторые из казаков, конечно, их не так много на самом деле, делать громкие заявления, ведут сепаратистскую деятельность, пытаясь создавать какие-то донские и другие республики. Конечно, это меньшинство в семье небезурода, более того, поскольку эти люди не имеют благословения русской православной церкви, то я могу смело сказать, что они и не казаки. Неоднократно я уже заявлял об этом, и святейший патриарх об этом говорит, что те люди, которые не имеют отношения к православной церкви, послушания православной церкви, даже если это родовые казаки, они к казачеству не имеют никакого отношения. Они должны снять форму и заниматься другими вопросами. Но казачество, особенно на южных наших рубежах, на юге это довольно серьезная уже сила, и многие люди порой под казачество, форма все-таки казачья, она тоже выделяет человека, начинают сегодня такие лозунги заявлять, которые, конечно, во-первых, ведут к позору для казачества, ну и в том числе, конечно, под собой имеют непосредственные статьи в наших процессальном и уголовном кодексе Российской Федерации, как сепаратизм и разжигание розни и многое другое. Вот сегодня, наверное, стоит об этом говорить, что сегодня в России во многих институтах есть, наверное, некоторые болезни роста. Даже порой в церкви в прошлый год показал, что у нас очень много проблем, очень много вопросов, что очень разнородные отношения в народе по отношению к церкви. И в некоторых случаях в этом есть и наши проблемы, наша вина, что мы не достучались до людей, что мы где-то остались равнодушными по отношению к людям. Мы не смогли создать общины хорошие при храмах, не смогли привлечь молодежь к храмам, которые сегодня и задают порой эти недоуменные вопросы. Это тоже болезнь роста. Нам нужно прекратить говорить о наших победах. Победа может быть только одна, когда Господь призывает человека на страшный суд и говорит, что вот ты победил, вот тебе одесную вместе с овцами православными одесную в Царстве Небесном место определено. Эта болезнь роста часто бывает у разных организаций. Мы знаем, что начинает человек бизнес, хороший, нормальный, порядочный человек, а потом вырастает такой монстр, который не видит вокруг себя ничего, который уничтожает маленькие фирмы, сотрудников своих, шагает по головам. И, конечно, это есть и в казачестве. Вот сегодня, я думаю, что пора нам забыть о наших победах, потому что мы еще до сих пор Россия, наши народы в России, да и, конечно, окружающая ситуация в целом мире говорит о том, что мы еще пока не продвинулись даже вот по нейтральной полосе, мы все-таки, наверное, сегодня где-то чуть-чуть вперед, но еще очень много назад отходим. Это видно и по приросту населения, и видно по другим показателям. Некогда нам расслабляться. Нужно очень и очень многое делать, в том числе и православному казачеству. Но вопросы решаются. Милостью Божией, помощью Божией, конечно, нашими трудами никто с нас ответственности не снимает. Владыка, два с половиной года назад определением Священного Синода вам было поручено управлять Ставропольской епархией. Но вот вы уже, наверное, освоились, уже какие-то есть первые результаты вашей деятельности как епархиального архиерея. Расскажите о них и, может быть, расскажете сразу и о тех планах на будущее, которые вы уже себе наметили. Сергей, Ставропольская епархия – это знаменитая епархия. Я благодарю Бога, Святейшего Патриарха, Священный Синод, что благословили мне возглавлять эту епархию, на которой трудились очень достойные пастыри. И основана эта епархия в 1843 году и, конечно, один из самых знаменитых святых архипастырей – святитель Игнатий Брянчанинов, который был шесть лет на Ставропольской кафедре. Тогда епархия была огромна, она охватывала весь Кавказ и не только, а в свое время епархия охватывала и Кубанский край, и Астраханскую область, ну и, конечно, весь Кавказ. Что, на мой взгляд, удалось как бы за это время сделать, конечно, не моими силами, а только милостью Божией и трудами тех священников и мирян, которые помогали и помогают мне. И, конечно, помощи Святейшего Патриарха. Ну, во-первых, создана митрополия Ставропольская, в которую входят три епархии. Ставропольская Невиномысская, Пятигорская Черкесская в рамках трех районов Кавказских Минеральных Вод и Георгиевская и Просковейская. Когда-то в 90-е годы при владыке Гедеоне был один архиерей на весь Кавказ, включая Азербайджан из-за Кавказа. Сегодня уже шесть архиереев. Это я в целом говорю о ситуации на Кавказе. Конечно, это желание Святейшего Патриарха, Священного Синода переломить ситуацию. Поэтому сегодня в митрополии огромное количество уже, можно сказать, новых епархий, в том числе на Кавказе, переломить ситуацию с количеством священников, приходов и, конечно, проповеди христианства. Тонесение ее до каждого человека. И вместо одного-шесть архиереев на Кавказе это очень важно, это очень серьезно. Почему? Потому что, тем более, знаете, там национальные республики, и каждый из них тоже порой руководитель хочет, чтобы у него был свой епископ в республике. И, конечно, работа в одной-двух республиках, в одном регионе, а не в шести, семи, восьми регионах, как это было раньше у епископа Ставропольского и Бакинского, конечно, это совершенно другая обстановка, другая ситуация. И я знаю, что сегодня в этих епархиях уже строятся новые храмы, которые, может быть, были бы не построены. Сегодня уже развивается все более широко образование православной гимназии, православные детские сады, развивается духовное училище, которое было открыто при Владыке Феофане, но оно успешно развивается при сегодняшней Владыке Зосиме, Владикавказе. И можно сказать, что осетины были крещены вот в эти двухтысячные девяностые годы, когда по тысяче человек, архиереи, крестили их в реках осетинских. Это действительно второе крещение Руси. И по традиции я каждый год совершаю крещение на родниках в Ставрополе. В этом году в день князя Владимира и празднования юбилея я крестил 200 человек, 100 человек взрослых и 100 детей. Это прекрасное место в лесу, это возможность такого очень теплого разговора, и люди не хотели расходиться после этого великого таинства. И, конечно, это замечательно, и это говорит о том, что еще нам предстоит даже крестить огромное количество, уже не говоря о воцерковлении. И это заблуждение, когда называют Кавказ исламским. Очень краткая история Кавказа, очень краткий такой экскурс. Это, во-первых, апостол Андрей первозванный, Симон Канонит. Симон Канонит был мученически казнен на территории сегодняшней Абхазии. Они прошли Черноморское побережье, и они прошли весь Кавказ. Затем это, конечно, крещение Армении и Грузии. И на территории сегодняшнего Азербайджана и Дагестана находился католикоз, это говорит равный католикозу сегодняшней Грузии, патриархам грузинским. Это говорит о том, что там была малая самостоятельная церковь. Пало христианство, конечно, уже в 7-8 веке, когда уже стал наступать принявший ислам Персия, Иран, и другие соседние страны, и затем это огромная Аланская епархия. Некоторые свидетельства говорят о том, что Тамерлан, который полностью уничтожил христианство на Северном и Центральном Кавказе, полностью уничтожил, сжег все храмы, все монастыри, даже находящиеся в недоступных местах, на Эльбрусе, где-то еще, это тоже описывается. Так вот, он вырезал 50 тысяч священников и монахов. Это нужно представить себе, сколько было храмов на Кавказе, если 50 тысяч было уничтожено священнослужителей и монашствующих. Но сейчас русская церковь меньше. Сейчас русская православная церковь 30 с небольшим тысяч, и только 13 тысяч на территории Российской Федерации. Тогда, конечно, в те годы, в те времена строили очень много храмов, небольших, на каждой улочке их было десятки храмов. Скорее всего, поэтому было такое количество духовенства. И вот после этого наступает, собственно говоря, во-первых, исламизация Кавказа и народов кавказских, которые и кабардинцы, и другие были христианами поголовно. Как раз столица Аланов последняя находилась на территории сегодняшней Карачаева-Черкесии. Хотя сегодня говорят, что в основном и карачаевцы, и черкесы мусульмане. То есть совершенно поменялась картина. Но в то же время нужно сказать о том, что она может поменяться и в другую сторону, и снова поменяться. И поэтому нужно рассуждать категориями все-таки совершенно иными, нежели одним, двумя годами, тремя. И поэтому некоторые настроения пессимистичные у русского населения, у православных, я их не разделяю. Я пытаюсь призывать людей укреплять силу воли, укреплять христианскую жизнь. И, конечно, в нашей немощи вновь может совершиться великая сила Божия. Вот я слышал от некоторых людей такое мнение, что за исламом будущее. Почему? Потому что это очень сплоченный народ от тех, кто исповедует ислам. Вы согласны с этим мнением? Ну, а за христианство разве не будущее, за православием? Я считаю, что я не буду отвечать на этот вопрос, какое будущее за исламом. Я скажу однозначно, чувствую это своим внутренним существом, что за православием и за христианством тоже огромное будущее. Я отвечу вот так. Хорошо. Владыка, у нас снова из ИНОК, Рязанская область на связи. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Алло. Говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, Надежду и Дарью. Надежда, Дарья, Бог благословит вас. Мне такой вопрос к вам. Говорите, говорите. Я замужем уже 30 лет. Муж, я очень волнуюсь. Да, мы прожили 30 лет. Я в возрасте 54 года. Девочки мои 7 лет. Она идет в первый класс. Вы знаете, муж, он, муж, он не понимает нас. Вы понимаете, он пьет у нас. Пьет, озарует над нами. Вы знаете, он заставляет, чтобы я с ним развелась. так как он пьет, я не хочу, чтобы я с ним разводилась. Вы знаете, я очень волнуюсь просто. Вот. И вот, что нам делать? Помогите нам, пожалуйста. Он не верующий. Он не понимает ничего. Ни у Бога не верует. Я даже не знаю, что нам делать. Спасибо за непростой вопрос. Я желаю вам милости Божией, непростой обстановки в вашей семье. Я отвечу так. Если причиной развода считать неверие мужа, то, что он неправославный, это неправильно. Причиной может быть только уже как бы то, что у вас уже кончатся силы в этой непростой борьбе с проблемным, с больным человеком. Жить под одной крышей. Но это уже ваш выбор. Если у вас есть сила воли, есть сегодня силы для того, чтобы все-таки нести этот крест и молиться за него, то Господь может увеличить ваши силы и может быть и дать вам какую-то радость со временем от ваших усилий. Есть примеры святых людей, когда мать блаженного Абгустина, она тоже выдана была замуж очень чистой девицей и христианкой за пожилого развратного язычника. И вы знаете, она очень много страдала от него, который в том числе увлек в язычество сына, который стал блаженным Абгустином со временем. Она вымолила сына, но вымолила и мужа, потому что он, став уже на смертном адре, принял крещение, просил у нее прощения и умер христианином. Если есть такая сила воли, то вы должны нести крест. Если ее нет, конечно, это ваше право. И сегодня вы имеете право сегодня с ним развестись. Ну и еще раз скажу, его неверие не является причиной для развода. Помоги вам, Господи. Спасибо, Владыка. Продолжим говорить о Ставропольской и Невиномысской епархии. Хотелось бы еще вот спросить вас о чем. Насколько легко или наоборот тяжело донести Слово Божье до вашей паства? Вы знаете, наверное, паства Ставропольская, она такая же примерно, как паства в целом в других епархиях России. Другое дело, что все-таки чувствуется людьми некий рубеж, некая граница, что ли, православие. И поэтому все-таки люди относятся к православию, если даже не верующие люди, относятся достаточно строго и не пытаются все опошлить, как сегодня, к сожалению, мы можем видеть на каждом шагу. Всякое есть, но все-таки там люди относятся достаточно внимательно к православию, считая церковь, тем оплотом и веры, оплотом и культуры русской, безусловно, ну и оплотом русского мира, что ли, вот на южных рубежах России. Я сейчас не имею в виду как бы за рубежом нашей республики, это тоже наша, это наша страна, но ведь буквально рядом, так сказать, за этими республиками действительно исламский мир очень серьезный, это и Иран, это и другие, 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 так сказать, Турции, другие страны, которые находятся совершенно недалеко, и поэтому, конечно, люди более ответственны там, я скажу, например, по работниках спецслужб, конечно, они тоже по-другому относятся к церкви, и в целом, и государственные чиновники в том числе. Я не знаю ни одного своего обращения, на которое бы не было насколько возможно положительного ответа. Я стараюсь, безусловно, формулировать разумные обращения, которые можно осуществить, и, конечно, могу сказать, что в прошлом году было знаменательнейшее событие, историческое для Кавказа, приезд святейшего патриарха Кирилла на Кавказ, в Ставрополь и в город Пятигорск. Святейший осветил два собора в Ставрополе и в Пятигорске, ну, и вот, например, оба собора строились, конечно, в течение многих лет, в течение десяти последних лет, но основное, может быть, вложение было как раз последние три месяца подготовки, когда мы узнали о визите святейшего патриарха, и здесь и люди простые, и предприниматели, в том числе и государственные люди, вложили очень много средств, очень много сил и души подготовки в визита святейшего патриарха. Это были освящения соборов прекрасных, где полпреста участвовала Северо-Кавказского округа, и губернатор, и правительство Ставропольского края, ну, и повторяюсь, многие, многие, многие люди, это десятки и, можно сказать, сотни миллионов рублей были собраны для подготовки визита и достойного освящения двух соборов. Это форум огромный, который собрал в Ставрополе делегации со всех республик Кавказа и даже стран за Кавказом. были из Грузии, Армении, Азербайджана представители, где Святейший Патриарх выступил, конечно, с уникальной, как всегда, речью, где он говорил о русском мире, о значении русского человека и русского народа в истории нашего огромного, замечательного государства, да и, в общем-то, влияние русского мира на народы, которые окружают Россию, живут по соседству. Он говорил о казачестве и, конечно, говорил о межнациональном, и межрелигиозном согласии. Святейший Патриарх встречался с муфтями Северного Кавказа. Я видел их глаза, они сами говорили за себя и их, конечно, слова. Мусульман, которые очень уважают Слово Святейшего и очень уважают Православную Церковь. Другое дело, что есть мусульмане, которые не уважают, но эти мусульмане сегодня убивают и руководители ислама на Кавказе. Может быть, зрители мало знают цифр подобных, но это десятки имамов, убитых за последние годы. Это сотни, наверное, за десятилетия или, может быть, чуть меньше. И, конечно, в первую очередь страдают сами духовные лидеры, которые призывают к миру как раз, к согласию, к согласию с Православной Церковью и несут заповеди мирного ислама, традиционного ислама для нашей страны в том числе. Ну и, конечно, есть другие знаменательные события и программы, планы по Ставрополью. Например, я с губернатором и мэром города мы озвучили программу 2020, строительство 20 храмов в городе Ставрополь до 2020 года. И уже в этом списке есть новые появляющиеся площади под храмы. И уже небольшой деревянный храм освящен по этой программе. Буквально вот только-только ее объявили. Люди все-таки сегодня хотят жить в мирной стране, хотят действительно развития, благополучия. И сегодня в том числе помогают Православной Церкви. Я еще раз скажу очень рад тому, что несу послушание в этом регионе, где в том числе некогда дремать. Нужно быть на чеку и нужно стараться поддерживать людей. И их настроение упадническое поднимать. Это, конечно, может сделать реально Русская Православная Церковь. То есть проблем много все равно? Да, конечно. Владыка, есть вопрос от нашего телезрителя. Я его сейчас зачитаю. Владыка, благословите, с праздником Ваше Высокопреосвященство. А сегодня был в Донском монастыре на службе. Спасибо Бог за все. У меня к Вам вопрос. Я являюсь руководителем казачьих кадетских классов одной из московских школ. Как получить Ваше благословение на деятельность казачьих классов и к кому можно обратиться в Синодальном комитете по делам казачества для совместной работы? С уважением, раб Божий Олег. Олег, добрый вечер. Рад был видеть Вас. Знать о том, что Вы были сегодня в Донском монастыре, в Донской иконе Божьей Матери. Ну, собственно говоря, все очень просто. Нужно написать письмо на мое имя по адресу Донская площадь, дом 1, дробь 3, Всенодальный комитет по взаимодействию с казачеством на мое имя. И у нас есть отдел в Всенодальном комитете, который отвечает за образовательную деятельность. Мы курируем все кадетские корпуса казачьи, казачьи классы, разрабатываем программы. И, конечно, у нас есть священники, которые в городе отвечают за в том числе казачье образование в городе Москве и казачьи организации. Поэтому я потом Вас познакомлю обязательно с теми людьми, которые помогут Вам в Вашей деятельности по развитию казачьих классов в городе Москве. Это замечательно, то, что Вы делаете, это очень важно. Я совершенно уверен, такой опыт у меня сегодня имеется, что казачья-то в этих классах, надев форму, уже отличаются в лучшую сторону других учеников. Бог помощи Вам. Спасибо, Владыка. К сожалению, время нашей программы уже подходит к концу. Я благодарю Вас за беседу, но и в завершение, что Вы хотели пожелать нашим телезрителям. Спасибо, Сергей. Дорогие телезрители, сегодня я рад, что могу из штаб-квартиры нашей православной телекомпании «Союз» обратиться к Вам и поздравить с праздником Донской иконы Божией Матери. И, конечно, на сегодняшний день я это говорил о казачестве, что сегодня нашему обществу, государству очень нужны ответственные, очень нужны небезразличные люди. Поэтому, наверное, обращаюсь к Вам, неважно, казаки, Вы или нет, о том, что Ваша личная позиция в Вашем отношении к православной вере, к православной церкви, Ваша личная позиция по отношению к укреплению роли государства, Ваша личная позиция не проходить мимо преступления или какого-то безобразия на улице. Ваши личные позиции, когда Вы входите в интернет и там предлагается голосование, то, другое или третье. Не будьте безразличны, постарайтесь нажать кнопочку. Ваши личные позиции по голосованию сегодня о главном символе России. Конечно, для нас православных людей, безусловно, и замечательные символы. И Тройца Сергия Валавра, и Московский Кремль с ее храмами, и, безусловно, Коломенский Кремль, который сегодня, в том числе, на первых местах в этом голосовании. Я надеюсь, что сегодня, решая свои проблемы, семейные, другие проблемы, Вы будете не безразличны, лично к себе и в том, к тому, что окружает всех нас. Дорогие мои, с праздником, милости Божией, и пусть Господь, и Царица Небесная, благословит всех нас. Спасибо, Владыка. Я от лица нашей телекомпании хочу и Вас тоже поблагодарить за сегодняшнюю беседу и пожелать Вам помощи Божьей в Вашем нелегком служении в этом непростом регионе. Спасибо Вам. Спасибо, Владыка. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, митрополит Ставропольский и Невиномысский. Кирилл, всего Вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Аминь.